Привет всем ангелофреникам ютуба! Я решила выпить кофе вместе с вами. И кофе лучше всего пить с чем? Шоколадом, правильно! И так уж совпало, что у нас сегодня на повестке дня шоколадная палеточка от Буржуа. Значит, Chocolate Nude Edition. Это линейка, как я понимаю, абсолютно новых теней от Буржуа. Там есть несколько вариантов. Мне на обзор была прислана вторая палеточка в оттенке номер 2. Я сама ее выбрала и мне кажется, я сделала хороший выбор, учитывая те оттенки, которые мы в этой палеточке имеем. Очень приятная упаковочка. Легкая, маленькая, удобно брать с собой. Плюс здесь еще есть гигантское зеркало. Не буду вам его... Вот, посмотрите, мой второй подбородок, кстати, хорошо видно сейчас. Кисточка. Смотрите, кисточка для нанесения теней вот такая вот. Я их не использую, для меня это бесполезная история. Но вот здесь есть кисточка, которой можно делать подводку. И производители делают упор на это. То есть, смотрите, в оттенках есть праймер, так называемый, да, праймер базы, так и написано. Есть хайлайтер, который, на мой взгляд, хайлайтером быть не может в таком общем смысле, да, потому что, ну, уж слишком он яркий сам по себе. И есть ряд оттенков, и оттенки некоторые можно использовать в качестве подводки, да, то есть нам попытались собрать очень универсальную палетку. Мы посмотрим, насколько это, собственно, удалось. У меня сегодня на лице не хватает глаз, и мы с вами эти глаза должны добавить, добавить и добавить, и вынести какой-то вердикт этой палетки. Понравится нам, не понравится. Кстати, Буржуа это те тени, которые были у меня на свадьбе, представляете? Но на самом деле тени это не самый мой любимый продукт у бренда Буржуа. Мне нравится больше румяна. Румяна и помады такие кремовые, питательные. Вот это прям мне очень нравится. Но посмотрим, может эта палетка изменит мое отношение ко всему. Я еще не наносила их на глаза, но когда делала сводчи, обратила внимание, что то, что нанеслось на палец, очень трудно переносится на какую-то другую поверхность. С одной стороны, это может говорить о слабой пигментации, но с другой стороны, это может говорить об устойчивости. То есть если зафиксировалось где-то, значит, пигмент зафиксировался, то он уже никуда не денется. Это может быть хорошо. Хорошо, мы возьмем с вами оттенок, который обозначен как праймер база и нанесем на все века до брови. Можем себе позволить. Итак, оттенок при близком рассмотрении, в принципе, цвета какого-то не дает, да, вот этот вот праймер база, но выравнивает общий тон и делает такую, знаете, пудровую поверхность, по которой легко будут разноситься другие оттенки. Да, то есть если бы кожа была влажная, ну, обычная кожа, да, с ее естественными там выделениями и так далее, конечно, при попадании пигмента, мгновенно бы пигмент фиксировался и все. Потом это пятно растушевать было бы невозможно. Итак, мы имеем, давайте я вот так вот поверну, так будет правильно, мы имеем вот такие оттенки. Я думаю, любая девушка понимает, что вариации макияжа миллион, да, 8 факториал. То есть, в принципе, ну, действительно, можно много сделать макияжа. Поэтому я предлагаю, давайте сделаем что-то базовое и классическое, да, чтобы подошло всем, да. Ну, честно это будет, мне кажется. Вполне, и я бы начала с создания складки какой-то, да. Давайте придадим моему глазу хоть какого-то объема. Я возьму кисточку 228 от Зоева. И мне очень нравятся вот эти вот два оттенка. Я начну с оттенка cream. И, ну, вообще-то тут французский, да, прононс. Поэтому, ладно, я начну с оттенка cream и создам самое большое пятно такое, да, которое будет потом, в него будем вписывать все остальные оттенки. Это, знаете, такой приятный беж с очевидной, очевидной теплинкой. Он выступает помощником для того, чтобы последующие оттенки гармоничнее вписывались в макияж. Я вообще не трогаю подвижное веко. Меня сейчас интересует только складка. Хочу сегодня каких-то растушевок. Душа требует растушевок. И возьму оттенок cannei, наверное, он так называется. Вот этот. Это матовый тоже оттенок. И проработаю им складку. Следующий оттенок я возьму вот такой, максимально темный. И должно что-то получиться. Вписываю более темный оттенок в тот рисунок, который уже более светлым был сделан. Что могу сказать? Тени достаточно просты в работе. Не вижу никакой сложности. Они сыпятся. То есть, смотрите, у меня, видите, уже вот тут насыпано. Они сыпятся. Но, в принципе, у меня все сыпется. Я не особо удивлена. И при обычном раскладе, если бы мы не видео с вами снимали, а просто, значит, делали макияж какой-то, то, конечно, я бы сначала сделала макияж глаз. И потом уже занималась кожей. Для того, чтобы себя уберечь от просыпаний. Я выбрала специально теплые шоколадные оттенки, потому что они максимально выигрышные для моих голубых глаз, для зеленых глаз они будут прекрасны. А кориглазкам повезло, им идет все, поэтому я взяла, мне кажется, самый лучший вариант из тех палеток, что там есть. И на вкус и цвет, посмотрите, я оставлю ссылку на официальный сайт, там можно посмотреть, что вообще есть. Итак, что мы имеем? Мы имеем легкую дымку. Беру ту же кисть, у меня нет другой, более удобной. Я возьму вот такой темный оттенок. Обязательно его стряхну, потому что, возможно, будет избыточно. И уже более короткими движениями пытаюсь нанести его внутрь среднего цветового пятна. Если вам кажется, что там как-то недостаточно растушеванно, берете предыдущий цвет, у меня это вот этот был, и им проходитесь по границе двух оттенков. Тем самым, только по границе. Тем самым, вы сглаживаете цветовые пятна и соединяете их между собой. Итак, пока мы имеем вот такие глаза. Следующим этапом я бы хотела взять оттенок бисквит и нанести его полностью на все подвижное веко. А затем соединить внешний угол глаза и подвижное веко оттенком вот таким. Он мне очень нравится, он очень темный, при этом он сияющий такой. Мне кажется, это то, что нужно. Я возьму плоскую кисть, разумеется. Вот такую, 234 от Зоева. Оттенок бисквит. Он очень теплый, рыжий, и он будет максимально хорошо подчеркивать цвет радужки. Пришла пора вот этого оттенка. Плоской кистью набираю и наношу в уголок глаза для того, чтобы и дополнительно затемнить его, и соединить вот эту вот сияющую историю с матовой растушевкой. Один макияж. В рефилах есть уже вот такие прям продавленные части. Не могу сказать, что у меня какие-то плохие колки и кисти. Но тем не менее. Видите, что у меня под глазами? Это насыпались тени. Итак, вот что у нас получилось. Я все-таки вот этой вот подводкой прошлась по нижнему веку. Легонечко растушевала для того, чтобы соединить макияж. Я все думала, что он будет дневным. Но как-то вот в итоге вот такой вечер и получился. Я не знаю, что вы скажете. Кисточка, на мой взгляд, вот эта часть абсолютно бесполезная. Наносить ей неудобно ничего. Кисточка скошенная, очень клевая, очень упругая. Она правильной упругости для того, чтобы действительно делать подводку. Это мне понравилось. Палетка. Классное зеркало, удобно красится. Оттенки все комбинируются со всем. Просто. Это хорошо. Можно сделать дневной макияж. И пигментация не такая, как у профессиональных теней. А это значит, что есть право на ошибку. Есть возможность где-то там добавлять, да, для того, чтобы не переборщить. Это палетка для моей мамы, я бы сказала. Потому что моя мама не рискует использовать суперяркие оттенки или суперпигментированные оттенки. Но при этом любит красить глаза, да, делать растушевочки, стрелочки и прочее. Я думаю, ей она бы вообще идеально подошла. Тем более к ее голубым глазам. Тени ложатся хорошо, тушуются хорошо. Но пылят. И вот смотрите, я сделала всего один макияж. И вы видите, уже есть такие продавленные штучки на самих рефилах. Это связано с мягкостью самих теней. Хорошо это плохо, решайте сами. Это вот как бы вы, только вы принимаете решение. В целом мне понравилось. Макияж получился вот такой, какой получился. Скажите, что вы думаете, напишите ваше мнение. Мне будет очень-очень-очень интересно почитать ваши комментарии, что думаете, вообще краситесь или нет. Если вы эту палеточку планируете приобрести для того, чтобы краситься перед работой, ну будьте осторожны. Потому что сыпется действительно и под глаза может насыпаться. Хотя, хотя, я не самый аккуратный человек, тоже можно этот момент подчеркнуть. То есть мне проще насвинячить под глазами и потом это убрать, чем быть настолько аккуратной, чтобы там ни одна крупинка теней не просыпалась. Вот. Но если вы будете краситься где-то на бегу в торопях, имейте в виду, что вероятность того, что они осыпятся, да, просыпятся у вас под глазами, вполне есть. Да, и ее исключать не нужно. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите, что думаете о новинках от Bourjois. Видели ли вы другие оттенки, может быть у вас уже есть эта палетка. Обязательно расскажите ваше мнение. Люблю вас безмерно, целую и пока.